Я вижу другую власть. Я вижу людей, которые защищают страну, укрепляют ее, делают ее сильной. У них есть свои слабости, у этих людей. Это факт. Еще раз повторяю, что слабости эти общечеловеческие. Очень трудно отказаться от того, чтобы иметь деньги, если они при тебе. Это надо быть просто героем. Понимаете, с Сталином очень трудно родиться, который ходил в одной тюбетейке, в одном плаще, у него ничего не было. И когда его сына надо было обменять на генерала, а сын был солдатом, он сказал, я солдат, но генералов не меняю. И так его сын остался в плену и погиб впоследствии. Понимаете, Сталин это уникальная личность. Ленин уникальная личность. Таких людей просто нет и не будет. Но если человек страну поднимает, если он делает ее сильной, укрепляет, это очень хорошо. Это большая редкость. Поверьте мне, большая редкость. Поэтому уважайте. Если не будете уважать, будет хуже. Придет пьянчуга какой-нибудь. Будет разорить страну в тридцать счета просто. У нас был уже пьянчуга. Но так потому, что мы не уважали. Поэтому пьянчугу Бог дал. Понимаете? Как мы относимся к старшим, так кто и нам и дает. Это не мои слова. Это ведическое знание. Я вам рассказываю. Там есть такие разделы знаний, где описывается, как помочь стране быть сильной. Ну, простому гражданину. И описывается такой механизм, что если подчиненные проклинают правителя, он становится проклятым. Если они верят в правителя, он становится могущественным, сильным, способным побеждать. Если они им прощают, он становится совестливым. Если они его принимают, он начинает любить свой народ и так далее. Ну, то есть есть законы, которые от нас исходят. И это означает, что мне положено, то я и получил. Если я, ну, сильная личность, способная верить в старших, они становятся сильными личностями. Вот что мне положено, то я и получаю в жизни. И не только в позиции властей, а также в отношениях с властями. Я получаю зеленую дорогу в своей жизни, потому что я уважаю старших. Это очень сложное знание. Очень сложно. Это касается не только властей там, а также и руководителей там предприятий. Это и всего прочего. Просто ваш вопрос еще раз напоминает мне тот ответ, который я вам уже дал. Я просто более практично на него отвечу сейчас. Если вам сейчас кому-то из нас дать, допустим, несколько миллионов долларов, испортит эти деньги меня или нет? Я точно знаю, что каждого из нас они испортят, насколько в целом. Ну, то есть человек получает власть, она его рубит как личность. Получает деньги, его рубит как личность все. Поэтому, если бы это было не так, тогда был бы какой-то выбор. Почему все приходят и всех рубят? Все приходят и всех рубят. Почему? Потому что такая сила огромная. Поэтому в монастырях люди не хотят с деньгами иметь дело, потому что они знают результат уже заранее. Что испытание невыносимое, ноша невыносимая. Потому что человек несет на себе ношу, и слава Богу, пусть несет. Надо помогать ему. Спасибо вам. Очень классный вопрос, супер. Очень важный вопрос для всех. Особенно сейчас, мои хорошие. Потому что сейчас наша страна испытывается на веру в старших. Малейшая слабинка и хаос наступает. Потому что этого хаоса так сильно ждут вокруг. И так сильно ему помогают. Будьте осторожны. Будьте осторожны.